Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Сейчас прекрасный дубайский теплейший вечер наступает. Вот уже солнышко садится. Повторю, раз вечер дубайский, значит мы находимся в Дубае. Это Объединенные Арабские Эмираты. И мы выходим на вечернюю прогулочку. Отправляемся в интересный район, который называется Аль-Сифа. Сегодня планируются какие-то, сказали, грандиозные мероприятия, какие-то крутые салюты. То есть они будут проходить во многих местах Дубая, но мы отправимся в один из районов. Вот так вот. Если была машина, мы могли посмотреть все эти салюты, но машины у нас пока что нет. Смотрите, какая сегодня Даша красивая. У нее такие красивые две косички. Да? Кто такая красивая сегодня? Два хвостика. Красивое платье, красивая кофточка, да? Это вообще-то не кофта. А что это? Это платье с юбкой. А, платье с юбкой. Сегодня прям такая красавица-красавица. Это не кофта. Да? Пойдем, пойдем. Сейчас мы идем к метро. И Диана тоже красивая сегодня. Прям вообще. Сегодня праздник-праздник. И я тоже красивый. Ну, уже за компанией. Мы сейчас планируем где-то еще перекусить. И планируем купить две серебряные карты, чтобы ездить на общественном транспорте. Одна карточка стоит 25 дирхам. На ней потом списывается сколько? 6 дирхам. Это примерно 1,70 доллара, так скажем. Короче, две карточки нам обойдется. Говорю, сумма в гривнах. 388 гривен. В рублях 1012 рублей. Сегодня очень тепло. Настолько тепло, что просто жесть. Аж как-то непривычно, что зимой может быть такая уж жаркая-жаркая погода. Вот они, мои малышки любимые стоят. Смотрите. Ждут, когда я приду и куплю их. Когда я приду и посмотрю на них через стекло. Это автосалон Porsche. Правильно. А нет, Lamborghini. Название похоже. Перепутал. Вот она, наша станция метро. Называется Ум-Аль-Шейф. От нашего отеля можно дойти к нескольким веткам. К нескольким станциям. То есть, ветка тут одна, по-моему, или две. На улице очень шумно. Сегодня жарко. А заходишь сюда, и здесь такая тишина. Работают кондиционеры. Видите, какое оживленное движение на улице. Шумоизоляция очень классная. Я это уже говорил. Но когда я здесь буду ходить, я буду постоянно восхищаться этим местом. Вот. Это обычный переход через дорогу. Смотрите, какая красота здесь. Смотрите, сколько полос. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять получается. В одну сторону. Здесь везде лифты. Так, нажимаем вниз. На эскалаторах мы даже не ездим. Ну что, я тебя поздравляю. Ты стала счастливой обладательницей серебряной карты дубайского метро. Нет, за третий раз. За третий раз посещение в Дубай. Ее надо покупать сразу же. Вот. Я просто думал, наверное, больше сюда не приеду. Наверное, не приеду. Но когда приехал третий раз, уже, короче, купил эту карту, чтобы везде ездить. То не сразу. Да, и то не сразу. Ну что? Ну ладно. Надо прикладывать. В общем, система такая. На ней лежат деньги. 25 заплатил. Шесть списалось за карточку. Там 19 дирхам. То есть мы пикнули, когда зашли в метро. Вот. И деньги спишутся, когда мы будем выходить. То есть мы пикаем карточкой, потому что здесь шесть зон. Там, по-моему, три зоны метро. И еще там автобусные идут зоны. Вот. И спишутся на той зоне, где мы выйдем. Вот так вот. Одну зону проехал дешевле. Дороже всего три зоны. Но серебряная карточка, это, говорят, самое выгоднее ездить. Так. Вот остановка. Я уже показываю это метро. Я им восхищаюсь. То есть все тихо и спокойно здесь. Видите? Поезд подъезжает. И потом открываются эти все двери. Ты знаешь, какую нам станцию надо? Нам, по-моему, надо... Смотри. ADCB. ADCB. Да. Нет, нам надо Бурджуман. Бурджуман? А где она? А, вот. Бурджуман. Все. Окей. Даже следует. Если я аж под это, смотри. Все, фанга бегает. Не-не-не-не-не, вот оно. Все правильно. Бурджуман, да. Бурджуман. Это вот как раз мы проезжаем две зоны сейчас. Мы, получается, живем вот в этом районе. Вот он, видите? А надо вот сюда вот. Так, сейчас мы проверим, сколько ж у меня осталось. Только надо понять, в какую дырку надо всунуть эту карточку. Так, сюда? А, нет. Сюда? Так, что сюда вставлять-то надо? Нет. Не сюда. Так, куда-то надо всунуть карточку. А, это билет отсюда вываливается. Сейчас, а, это, наверное... Ты ее припитывал, и люди не поедут. Да? И подложили. А, положить? Да. И сколько понять? Дистанция, валид, пеймент. Ну, это оплата. 14. А, 14 дирхам. Итак. Да, 5 снял. Проезд стоил две зоны 5 дирхам. Так это реально намного дешевле получается. А, а то ты мне... Не, я просто увидела, там 14 остаток писал, а не 5. Да ты перепутишь. Получается, было 19, мы заплатили за две зоны 5 дирхам. Итак, смотрите, по серебряной карте реально выгоднее намного. То есть, туда-назад нам обойдется в 10 дирхам. В одном направлении две зоны, получается, 5 дирхам. Когда мы покупали отдельно билет, нам обошлось 14 дирхам. То есть, экономия уже идет 4 дирхама. Это больше доллара. Поэтому, когда приезжаете в Эмираты... А карточка стоит 5. А карточка, да. 6. Получается, 6 дирхам, да. Платите 25, 6 списывает и 19 на счету. Получается, да, короче... Одну поездку она практически себя окупает. Так, здесь огромное количество выходов. Нужно разобраться, это все метро. Здесь просто пересекаются две линии. Идем. Идем хоть в какой-то выход. Выйдем, а там разберемся. Ну что, мы вышли на станции, которая называется Бур-Дубай. Очки, смотри. Миннесо? Да. Да, я, получается... Ну, не я, точнее, мне сломали очки. Я сломала тебе очки, потому что хотела, чтобы ты купил новые. Нет. Кстати, очки же я сломала, тоже из Дубая. Да, мы просто положили в сумку Диане, и они сами поломались. Здесь находится наш отель в Бур-Дубай, где мы раньше жили. Парк Реджес Крис Кинхотел. Это вот такой большой небоскреб, и там бассейн с видом на Бурж Калифа. Вот, зайдите, посмотрите видео-обзор этого отеля. Расположение у отеля классное, но, получается, сейчас, наверное, не возят на море. То есть, очень удобно. Все рядышком, все классно. Вот. Давай, пойдем. До моря далеко. Да, до моря, правда, далековато, но... Мне кажется, там недорого будет ехать. Думаю, такси в районе будет 5-6 баксов. Вот этот район, вот где реально кипит жизнь. Много людей. Торговый центр просто, особенно вот этот магазин, где товары продают, продукты питания, переполнен. Вот этот карфур. Вот он здесь, в этом. Короче, людей много. У нас выходим, вообще тишина, спокойствие в нашем районе бьют. Вот мы любили зависать в былые времена здесь. Фалафели, шаурма. Так, там кафешка вся переполненная была. Сейчас посмотрим, что здесь. У них какая-то китайская. Ну, давай здесь зайдем, цены посмотрим. Вот пишет пакистанская, индийская. Так, ну, сели мы прямо возле дороги. Цены делим на 3,6 и будет вам в долларах. Понятно, я озвучиваю в Дирхамах. Ой, тут еще уж надо это все перевести. Вот, прям ужас. Я, короче, даже ничего не понимаю здесь. Я обычно, знаете, выбираю по картинкам все. Ну, чекин, курица. Так, короче, сейчас мы закажем. Я вам покажу и расскажу, что мы заказали. Так, показываю, что принесли. Первое, это каракки. Спасибо. Стоит по одному Дирхаму. Мне так будет проще. Я просто в меню запутался. Вот. Столько букв в этом меню, что просто ужас. Нам сразу, смотрите, принесли всякие соусы. Поставили тарелочки. Принесли нам суп том-ям. Стоит 16 Дирхам. Делим на 3,6. Получаете сумму в долларах. Давайте мы его продегустируем. Посмотрим, что здесь есть. Здесь есть какая-то зелень. И какие-то комочки чего-то или кого-то. Вот такой том-ям. Должен быть остренький, наверное. Сейчас попробуем. Ну, такой островатый, но не сильно. Больше напоминает какой-то томатный суп. Вот. Томатный с лимоном. Томатный с лимоном. Принесли еще картошку фри. Такая большая тарелка. Я даже не знаю, сколько она стоит. Я говорил, маленькую. Еще принесли какую-то курицу. Но сегодня у нас прям пир с тобой. Вот. Попробуем, что за курица. А я жду просто к супу вот эти лепешки роти. Что-то они не несут и не несут. Пробуем. Супер. Класс. Курица офигенная. Сейчас еще рис должны принести. Так. Принесли нам еще веган, веганские пириане. Такая подливочка, курица. Еще лепешки роти. Но я уже суп съел, правда. Фу. Но порции здесь реально огромные. Здесь надо что-то одно всегда заказывать. И нужно понимать, что это рассчитано на нескольких человек. Думаю, рис рассчитан, наверное, на четверг. Принесли еще роти. Горяченькие. Ну, прям все супер. Мне так все нравится здесь. Очень вкусно. Вот это моя любимая штучка. Выглядит очень аппетитно индийская. Самое главное, можно наперчить по желанию. Сейчас будем пробовать. Вот как выглядит стол счастливого человека. Вы не представляете, насколько это все было вкусным. Это настолько вкусно. Я не могу вам это все передать. Очень классный рис. Очень сильно наелись. Сейчас принесу счет. Скажу, сколько это все чудо стоит. И так, вот у нас счет. Получается 72 дирхама. Все составило. Сейчас скажу, сколько это в долларах. Так, давай закрываем. И будем идти смотреть салюты. Так, вот как выглядит заведение. Оно находится, вот метро Бур-Дубай. Вот там находится. Здесь торговый центр. Какой-то Бурджуман. И получается, что? Сколько вышло в долларах? В долларах вышло ровно 20 баксов. Мы поели. И нам нужно идти в другую сторону. А, нам надо перейти. Не, мы можем. А, можем переходить, можем не переходить. А как? Да? Ну, давай тогда. Ну, поели очень круто. Я вам так скажу. Получается, от метро Бурджуман. Идете вот прямо. Ну, как прямо. То есть, там по карте глянете. Недалеко. Там находится Дубай Крик. Грубо говоря, это как идет. Искусственный канал. То ли река. Да. Бурдж-Халифа. Получается, в той стороне. А мы идем, стоим спиной к Бурдж-Халифе. Идем туда прямо. Вот так. Но я думаю, кто здесь ходит, обязательно. Это каналы. Можно использовать карту. Я, например, у меня много карт есть. Просто у меня Google карта. Оффлайн работает и все. Показывает, где я нахожусь. И примерно вот так ориентируюсь. Все. Зеленый свет. Переходим. В этом районе огромное количество недорогих магазинов. Всякие вот самые известные day-to-day. Там низкие цены. Ну, вообще как. Этот район. Бурдубай. И Deira. Как бы Deira находится через канал. Вот Дубай-Крик. Это районы, где живут в основном как приезжие. Их здесь очень много. Очень много кафешек. И получается, люди приезжают сюда зарабатывать деньги. И цены как бы здесь просто вот зайти перекусить. Они как бы доступные. Вот. Сейчас мы просто зашли. Можно было меньше взять. То есть можно было суп не брать. Вот. Суп такой себе. Но мы так уже заказали все, что хотели. Можно просто рис и курицу. Там столько риса. Тазик риса дали. Ну что, мы подошли к реке. Смотрите. Здесь есть кассы. Потому что здесь ездят еще... Короче, плавают лодочки. И лодочки, они как общественный транспорт. То есть с одного берега можно попасть на другой. Поехаться на остановки разные. И здесь еще есть этот... Получается, золотой рынок в той стороне находится. Рынок специй тоже можно отсюда доехать. И вот эта улица, как называется еще раз? Аль. Это район Альсифа. А, район Альсифа. И здесь есть улица в таком старом стиле сделана. Сейчас по ней прогуляемся. И вот здесь должны быть уже скоро салюты. Сегодня огромнейшая луна. Смотрите, пальцем покажу. Вот она. Вот. Очень большая. Сегодня полнолуния. Нет, это не полнолуния. Так. Ну что, пойдем гулять? Через сколько должен быть салют? 30 минут. Через 30 минут. Ну как раз давай прогуляемся. Нет, осталось 15 минут. А, осталось 15 минут. На этой набережной, смотрите, все здания сделаны под старину. Все в таком старом стиле. Ну мы сюда приехали. Мне просто подписчики сбрасывают разную информацию, что где происходит в Дубае. Мы, кстати, реально на пляже. Мне вот советуют, мы туда едем. И мне вот написали список мест, где будут проходить салюты. Вот. Но мы вот сюда пришли. И что-то как-то странно. Вообще людей нету. Никого нету. Вот. Но, думаю, вдруг... Ну, должны быть, наверное. Место точное. А? Место и время точное. Место и время то, да. Сейчас подождем. Еще буквально 5 минут осталось. Ну что, уже 30 минут. И салюта нет. Я думаю, нет смысла ехать в другие места. Нам сказали, будет в 4 местах салют. Но, наверное, не стоит туда ехать, да? Вот. Потому что туда ехать далеко. И на такси уйдет так нормально. Вот. Поэтому. Ну, у меня было в планах. То есть, пока здесь салют закончится, поехать в другое место. Ну, наверное, думаю, сейчас поедем, а там ничего не будет. Зато мы сейчас просто погуляемся по этой улице. Место очень красивое. Все равно сегодня я не жалею, что мы приехали в этот район. Потому что отлично поели. Вот. В тех кафешках, где мы ели в прошлые поездки. Ну, район вот этот Бур-Дубай мне очень нравится. И, в принципе, район Дейра. Многие говорят, что там не очень он. Но мы жили, как бы, если в нормальном отеле пожить, то отличный район. Как бы, ничего там такого печального, страшного нет. Ну, просто сказали, там есть много старых отелей. Вот так. А так, в принципе, все нормально такой. Живой, классный район. Много людей, много всего. Смотрите, какие здания. Арочки светящиеся. Ну, это такая длинная набережная. Мы в том году здесь тоже гуляли. Я показывал ее. Ну, по-моему, днем я ее показывал. И здесь очень классно так погулять. Так, смотрите, какие фонари. И здесь очень много магазинов. Все сделано в едином стиле. Даже вывески здесь у этих магазинов. Все в одном стиле сделано. Видно, что, как, казалось, что больше для туристов. Понятно, эта улица сделана. Но очень много здесь местных находится. Видно по одежде. И вот мы ходили тоже на много разных развлечений. Они по, ну, вот эти как, Global Village. То есть там местных очень много пользуются популярностью. И вот такие места тоже. Ну, это, грубо говоря, торговый центр под открытым небом. Ну, да. Просто в таком стиле старинном. Ну, тут магазины. Да, магазины, рестораны. Все-таки сувенирные магазинчики. Даже кепки есть по 10 дирхам. Чашки по 10 дирхам. Да, чашка с Дубаем. Видите? А, прикольненькая, кстати. Купи себе. А у нас тоже такие. Да? Вот это 10 дирхам стоит. Да. Так, выбираем чашку для Даши. А здесь хам тен? Я тену. По 10. Ты красную хочешь? Да. С верблюдами? С верблюд делать. Да. Или розовую хочешь? Такую. Такую? Окей, все. Берем красную. Все. Купили Даши чашку на память. Где написано... Только не облизывай. Только не облизывай, ее надо помыть, да? Здесь ее будем пить шоколадное молоко, да? Рассказывай, кто там нарисован? Три тети верблюда. Три тети верблюда, да? Угу. И они нас... И они прошли прямо. Поехали. А что у них в зубах? Это они, наверное, что-то покупали там? Ходили по магазинам, одежду покупали, да? Это намазаны у них губы. Да. Эта улица пропахана вот этими духами. Или пропих... Пропихана как? Это же неправильно. Пропахана, да? Пропахана это пахать. Короче, на улице пахнет вот этими духами, да? Местными. Тут везде такие благовония. Расскажи, чтобы понятнее было, какие они любят духи. То есть все вот арабские мужчины, женщины такими прям насыщенными, насыщенными, да, ароматами. Ну да. Но оно как... Вот как специи имеют такой насыщенный вкус и запах, так и их ароматы тоже. Но это точно. Но именно здесь оно не духами, а вот этими палочками или аромамаслами, которые дома. Ну мне кажется, духами. Вот он ходил, пшикал. Ну не знаю, может это и какие-то ароматизаторы, но... Ну и все, вот береги, вот здесь, смотри, тут ничего нет. Да? Оно тут вообще... Ну в воздухе вот витает этот аромат. Вот просто... Ну для меня вот этими палочками, которые ты любишь дома полить. Ну это больше такие идут, тайские какие-то, но здесь... Ну просто другой оттенок, но именно эти палочки. Да, вот они всякие благовония. А, видишь, я угадала. То, что ты любишь полить. Ну смотри, рядом духи стоят. Может они сюда духи пшикуют? Вот пахнет. Ну может быть. Ну запах такой очень классный. Вот. И здесь духи продают, кстати. Ну пользуются популярностью. Многие вот приезжают и здесь продаются именно такие духи, которые нигде не продаются. И многие подписчики писали. Вот эта марка, как она называется? С солнцем, которая. Делаются они, по-моему, то ли в Катаре, то ли в Омане. А мой яш? Не помнишь? Я не спрашиваю, я не знаю. Мне тоже присылали, но я не запомню. Здесь, кстати, продаются картины. И вот картина на Марс. Потому что кто был в музее, который выглядит как рамка, там уже местные, как Арабские Эмираты, наметили дату, когда они построят город на Марсе. Это будет, сейчас скажу, 2000. В каком они на Марсе собираются высадиться? Моя чашечка. В 2115-м или 1117-м. Да, в 2115-м году они планируют построить город на Марсе. Вот они прям даже точную эту предсказали. Точный год. Вот так вот. Ну это не просто прилететь туда, там уже сделать город, в котором можно будет жить. Так, Даша требует, что мы в чашку что-то срочно налили. Короче, надо найти, где здесь туалеты. Здесь, кстати, они бесплатные. И тоже сделаны под старину. Сейчас помоем чашку. И надо ей срочно что-то налить, потому что ребенок требует. Зайдем, смотрите, в домик. То есть тут даже соломенная крыша. Но при этом, видите, такие эскалаторы стоят везде. Там, наверное, какой-то ресторан, либо торговый центр еще. А, может как-то это подземный этаж? Может, да, подземный этаж. Можно посмотреть. Смотрите, какой лифт сделан под старину. Так, на какой кнопку нажмем? Это Джон, смотри, еще два этажа. Давай на Б1 нажмем. И куда-то поедем. Я даже не знаю, куда мы едем. Да куда-то едем. Куда все, туда и мы. Сейчас откроется, посмотрим, что здесь. А, здесь парковка. Давай наверх-назад. То есть здесь паркинг под землей. Чтобы люди приезжали и ставили свои машины. Видишь как-то? Двух классный паркинг. Да, еще этаж под землей есть от ним. Давай, едим наверх. Классно придумано. Тут просто, кажется, одноэтажное здание спрятано. Но при этом тут еще вглубь столько всего сделано. А вот смотрите, пишет Sarai Parfums. Sarai по-арабски это дворец. Дворец парфюмерии. А читается, а для нас оно как сарай. Sarai Parfums. Очень. Вот эти палочки вонючки, это просто что-то необычное. Вот я иду, и вот этот запах по всей улице стоит. И причем этих сараев, парфюмсов очень много здесь. И вся улица пропахана. Дополняет атмосферу. Да, да, да. Кстати, вот и запах, и вот это все, как, вот эта вся старина, оно как-то друг друга все дополняет. Даша фотографирует Диану. Давай, нажимаем на кружок. Сяди, очень круто, классно получается у тебя. Давай. Нажимаем на кружок. Можно я нажму? Нажимай на кружок. Так фотка, а сединец? Давай, фотографируй. Ой, это видео. Сейчас на фото переключу. Нет, 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 подожди, Даша. Давай. Нажимай на кружок. Молодец, смотри, как классно. Все, хватит, все, молодец. Я ее несколько раз просила, потому что у нее одна из трех получается нормально. Ну, у нее, в принципе, все классно. Это ты уже подходила. Вот, это первое. Даша, беги сюда, смотри, ты знаешь, что это такое? Что это такое? Знаешь? Телефоны. Откуда ты знаешь, что это телефоны? Ну, вот элег похожий, только на кнопочках. А, все, помыли. Ну как, классно из новой чашки пить? Еще? Ничего себе. Мне просто понравилось пить из этой чашки. Классно? А мне дашь попробовать? Нет? Мам, ты надо держать чашку, и она нальет тебе. Так отдай ему чашку, и она нальет. Еще? Дайте я тоже попью с этой чашки. Действительно, с этой чашки вода намного вкуснее. Попробуй. Да? Класс? Какая сладкая. Да. Молосебная чашка. Спасибо, что поделилась чашкой. Поехали дальше. Все, мы уже двигаемся в обратном направлении. Уже 9.30. Мы пока доедем. Так, мы тут заходим в этом районе у супермаркета. Их тут огромное количество. И цены, кстати, ниже, чем у нас, получается, на какие-то продукты. Как манго. У нас в магазине 12 чем-то там на 10. Нет, там было и по 9 какое-то, но не такое. Здесь, которая по 7, у нас по 9 чем-то. А, да? Вот. А ну. Ну, тут прям завал-завал всего. Я себе хочу взять холодный кофе. Так, возьму, наверное, моку, попробую. Здесь горы фруктов. Вот этот стоит 3.95. Ну, короче, грубо говоря, капельку больше доллара. Вот, доллар там 10 центов. Это 12, супермаркете 4. Это 4, да? Нет, 24. Так, мы зашли в магазин. Вот соки здесь, даже Диана не даст соврать, короче, очень классные. Я не понимаю, вот даже мы ели какой-то там киндер местный. Вот по качеству шоколад очень вкусный, да? То ли у них может какой-то строгий типа это как его? Стандарт качества? Или разные товары просто есть? Вот киндер, это не их, не местный. А, не местный? Ну, может, получается, я его в аэропорту тоже видела у нас. Ну, да. С разных стран товары. Потому что вот этот сок, он идет с мякотью. Просто у нас, когда с мякотью идет, там просто какая-то такая пустота непонятная. Да. А здесь аппенсиновый и действительно как фреш. Пишет, что, что, без сахара? Все, мы зашли в метро. Будем возвращаться домой уже, наконец-то. Фух. Так, ну что, мы уже приехали на нашу станцию. Смотрите, в общем, по серебряной карточке получается очень выгодно. Получается, мы потратили всего на проезд 5 долларов 40 центов. Это туда-назад на человека. Вот так. Ну, плюс за карточку съела. В общем, смотрите. Когда приезжаете, сразу же берите серебряную карточку, потому что за первую уже поездку она окупается. Потому что бумажные одноразовые, они красного цвета идут. То есть, они получаются, вы платите и за карточку, и дороже стоит проезд. Вот так вот. А здесь и проезд дешевле. И вот мы туда-назад смотались. Короче, сразу практически окупилось. Вот так. Стоят, скучают, шли туда, идем назад. Так, мы уже возвращаемся домой. Короче, мы тут подсели на апельсиновый сок. То я покупал маленькую бутылочку, потом больше. А сейчас купил... Да, я попью. Сейчас я купил литр 75, стоит, короче, 8,90 дирхам. Офигенный апельсиновый сок. Пишет, без сахара. Короче, ну, не знаю, по вкусу, как натуральный. Так, тут уже плохое освещение идет. Вот, поэтому... Так, сегодня провели вечер. На этой прекрасной ноте будем заканчивать это видео. Пью за ваше здоровье. Всем желаю счастья. Всего самого хорошего. И самое главное, путешествий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok